Более 80 книг о столице, ее архитектуре и истории. В областной универсальной научной библиотеке имени Сабита Муканова открылась выставка, посвященная главному городу страны. Посетить ее можно с 10 часов утра до 7 вечера. А 6 июля она будет проходить на центральной городской площади. Подробности далее. По итогам 2018 года Петропавловск завоевал звание самого читающего города страны. Только в областной научной универсальной библиотеке книжный фонд насчитывает более 600 тысяч экземпляров. Это художественная познавательная литература. Здесь много книг о главном городе Казахстана. В преддверии Дня столицы в библиотеке организовали выставку. Состоит выставка из четырех разделов. Это «Так начиналась столица», «Шаги столицы, шаги истории», «Столица мирового содружества» и «Новый облик столицы». Здесь раскрывается и история нашей столицы, нашей республики. Конечно же, история города сегодня Нурсултана, а в прошлом Акмолинска неразрывно связана с историей первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Они представлены в книгах, фотоальбомах и дисках. Кроме того, здесь вы сможете найти литературу о стратегиях и программах Ельбасы. Ведь благодаря его политике сейчас наша столица является ярким культурным и промышленным центром, узнаваемым на мировой арене. Например, вот эту энциклопедию о столице библиотеке подарили. Издание, конечно, не самое последнее, не самое новое, но очень информативное. Здесь дается информация об истории столицы нашей республики от истоков до современности. А история, конечно, начинается еще в 30-е годы 19 века. Именно тогда возник город Акмолинск, он был центром военным, торговым и переименовался город Акмолинск, а ныне Нурсултан пять раз. В этом издании представлены не только информация, фотографии, но и песни и стихотворения, посвященные столице. Посетить выставку может любой желающий с 10 утра до 7 часов вечера. А 6 июля она будет проходить на центральной городской площади. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК.